всем привет дорогие друзья с вами снова turbo ежик сегодняшнем видео я вам покажу как построить теплицу в майнкрафт кто видел теплицы в настоящем мире но имеется ввиду в живую в реале напишите в комментариях кто видел теплицу и где вы ее видели и примерно опишите как она выглядит будет интересно узнать сколько людей вообще знаю что такое теплица так я вам объясню вкратце теплица это сооружение для того чтобы выращивать растение в несезонный период ну то есть зимой чтобы росли огурцы и помидоры зимой это холодно снег падает ну а в майнкрафте теплица нужно для того чтобы ваши грядки как-то отградить от топтающих тварей криперов и так далее ну и в общем она выглядит красиво основное предназначение теплицы для выращивания растений и так мы собираемся построить не просто теплицу а более-менее красивую теплицу более-менее ухоженную и довольно таки не маленькую вот мы в пустыне кстати у меня тут установлен текстур пак у меня немножко по-другому отображается как видите вот песочек мне гладенький такой красивый и стекло немножко более прозрачная если вам вам он понравился можете скачать его в описании видео будет ссылка на его скачивание ну а теперь давайте начнем строить теплицу ну во первых мы должны определить размеры теплицы давайте вот такую сделаем не очень большую и тут главная ширина смотрите как можно выращивать растение майнкрафт для того чтобы быстро выращивать растение нам нужна вода один блок воды дает влагу на два блока вот смотрите давайте на примере покажу а то так будет непонятно смотрите вот у нас два блока земли да видите давайте вот здесь 3 еще поставим а вот сюда мы зальем воду сейчас вы начнете видеть смотрите вода земля обычная не обработана ее нужно нам обработать чтобы ее обработать нам нужны инструменты ну то есть тяпочка вот допустим каменная тяпочка видим у нас теперь обработанная земля сейчас она должна почернеть или она вроде почернела сейчас посмотрим а если вот так и если без воды давайте воду уберем смотрим нет смотрите чего давайте вот так зальем и через некоторое время вот этот свет должен вот видите он изменился вот здесь светлее а здесь темнее это если рядом находится вода блоки темнеют если темнеет значит будет растение расти быстрее как видим майнкрафт версии 1 7 5 немножко изменен и у нас он темнеет уже на три блока в длину вот допустим на 4 он уже не должен темнеть по идее в прежних версиях майнкрафта он оставался темным только на два блока вот смотрите вот вода раз два три блока уже темный а четвертую еще не темнеет то есть вот здесь уже сажать бесполезно ну можно посадить но расти будет крайне медленно и мы должны из этого расчета строить теплицу так теплицу мы будем строить знаете как поле удобно то есть смотрите сейчас я вам покажу так где у нас песок заполним все обратно чтобы не путаться смотрите вот длина теплицы по краю у нас будет проходить вода почему по краю вода чтобы было удобнее нам вытаскивать пшеницу далее по диагонали и посерединке у нас три блока раз два три у нас будут земля у нас будет земля вот раз два три а вот здесь будет вода так здесь у нас что происходит раз два три здесь край теплицы и здесь ширина так смотрим здесь дорожка и здесь раз два три здесь вода раз два три так здесь вода у нас должна быть значит вот так отлично то же самое здесь и выбираем длину теплицы то есть сейчас я вам покажу более подробно что вы поняли так вот такая широкая теплица у нас обычно строится можно конечно использовать и не стекло но со стеклом гораздо красивее все главное понять саму суть саму схему построения теплицы так смотрим три блока скопаны вот такой чертеж посередине один который оставится под дорожку и еще три блока здесь еще по краям под дорожку для воды но давайте длину не будем слишком большую делать ну так вот так сделаем примерно и вот сюда пошли кишки так вот она наша тепличка и и зарисовки делаем высоту в три блока нам вполне хватит быстренько все заполняем вот в конце видите вот видите в конце видео вот видите очень красивое сооружение получается самое главное когда здесь все цветет там пшеничка уже выросла там такая красота залюбуешься каждый будет завидовать вам на сервере особенно если вы ее там не знаю где на видном месте поставите еще есть проблема но не то что проблема особенность теплиц в теплицах лучше надо ставить освещение как это сделать я вам тоже покажу но можно и без освещения выращивать но я вам покажу оба варианта теперь смотрите чтоб теплица у нас получилось не просто тупо квадратная коробка из стекла а более менее красивая мы сделаем красивую крышу для нее то есть в ау то есть вот такую смотрите кто видел мои выживания домик хоббита с помощью этой технологии можно строить и крыши для разных сооружений смотрите вот видите как получается то есть вот такие вот треугольнички раз-два и потом убираем этот раз два убираем этот видите вот как будто уголками они соединяются и получается вот такие вот кубики кто-то мне говорил что minecraft в скандинавских странах стал как школьная программа для развития детей логики смотрите что получается вот такая вот пирамидка теперь мы все заполняем 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 давайте немножко изменим день на полу ночь ну нет давайте уже нафиг науч пусть нет нет ночи тоже слишком тянут пусть будет рассвет вот так так и заполняем полностью края двери и все остальное мы сделаем потом нам главное сначала соорудить тепличку да на серверах это будет классно строить огромная теплица но я видел на серверах уже теплицы но не видел пока еще такие более-менее грамотные такие большие как бы и больше были но нам понадобится конечно много стекла чтобы сделать красивую теплицу это недостаток но в принципе стекло можно добыть что там песка мало что ли на серверах сколько угодно его поскольку я знаю ну если конечно у вас огромная теплица будет не то что у меня ну здесь где-то не знаю стага 3-4 стекла как минимум понадобится вам в принципе его можно поплавить ничего страшного в этом нет я думаю каждый знает как плавить стекло это я думаю больших сложностей не вызовет ни у кого ну в принципе может и вызовет у кого-нибудь но это уже наверно вряд ли ну можно и без стекла сделать просто домик и внутри поставить факела но это уже будет не теплица это уже будет знаете как это будет уже grow box или как-то так оранжерея нет не оранжерея это называется как-то по-другому когда без солнца выращивают растения только под лампами так обычно делают наркоманы чтобы выращивать канаплю свою это тоже бывает редко ну а мы как законопослушные построим красивую хорошую теплую уютную теплицу обычно кстати в настоящих теплицах устанавливают печки чтобы зимой растением было тепло но температурный режим чтобы соблюдался но еще печка дает дополнительный углекислый газ а углекислый газ очень полезен для растений в отличие от людей так все вот видите мы сделали коробку но как видите у нас не очень длинная можно было подлиннее тепличку сделать но ничего и это тоже нормально вырубаем дверь давайте дверь поставим все таки где у нас дверь была блин а вот дверюшка дверюшка дверючка вот у нас дверь в теплицу можно с обеих сторон конечно зафигачить двери это думаю ой это думаю лишнее ну ладно теперь смотрим теперь мы должны освободить пространство для для растений то есть копаем 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 по длине и на краю сколько мы оставим вообще можно ничего не оставлять ну да давайте ничего не будем оставлять вот так если что потом переделаем полностью вырубаем все ну кроме дорожки и края крайнего блока для воды вот и все теперь все это заполняем естественно землей пути у тю 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 креативе конечно это все легко делается кстати нам понадобится еще пару ведер и воды и земля естественно ну и факела небольшом количестве можно и в очень большом все расставили землю смотрим что у нас получилось теперь копаем с краев место для воды и копаем давайте попробуем залить вода расти чтобы экономить воду нужно примерно рассчитать количество куда куда она растекается вот видите у меня идеально получилось так у меня в длину сколько блоков раз два три четыре пять ну от места заливания блоков на пять блоков высоту мне 11 блоков ширину все потеплиться получилось сейчас чихнул что-то я часто чихаю видео я не знаю почему это наверное из-за того что там волнуюсь может быть так ладно теперь опять ставим посерединке вот смотрим что у нас получилось а с обеих сторон у нас идет увлажнение но если мы хотим сделать качественное освещение нам нужно увлажнение немножко перебить перебивать мы его будем блоками то есть ну как бы к сожалению вот давайте факел возьмем обычный где он там находится где-то их видел факела факелочки вот они факела ими мы на мы освещаем только видите она на стекло не крепится к сожалению большому мы можем утыкать факелами дорожку но это тоже не очень красиво в принципе получается я не люблю такую тему слишком но можем оставить некоторое пространство под факела ну в общем смотрите что у нас получится берем тяпку теперь обрабатываем землю ну это наверное все знают как это делать дальше я вам покажу как все это сейчас посадим что-нибудь и посмотрим что у нас будет получаться по природе своей майнкрафте так задумано что растение вырастают лучше когда почва увлажнена вот видите влажная почва и не влажная почва растение вырастает гораздо лучше на влажной почве это знают все наверное и они еще вырастают лучше тем чем сильнее освещение то есть есть у вас сильное освещение влажная почва то у вас там пшеница какая-нибудь вырастет гораздо быстрее чем если бы этого не было тогда бывает давайте найдем пшеницу где она может быть у нас ну или давайте посадим картошку чем-то мучаемся ни одной же пшеницы живем давайте картошечку посадим видите у нас картошка легко сажается но еще бы она не сажалась легко выращивать конечно картошку в теплице я не видел такого еще они кстати один раз видел там выращивали семенной картофель какой-то особенный так вот сажаем здесь картошку а здесь поставим давайте морковочке пусть здесь будут морковочки а там картошка с виду они примерно одинаковые совершенно пока не выросли ум 않? egan лица сажаем 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 с Partners я веселый фермер для для вот у нас все посажено смотрим давайте включим ночь вот у нас темно ночью блин ночью вот в таком режиме пшеница и картошка почти не растет потому что нету освещение нам обязательно нужно ставить освещение и чем она мощнее тем лучше для растений но как видите воду нам ставить нельзя и вот так так смотрите если попрыгать креативе вот видите если попрыгать на нем топтать она выбивается так что этого тоже лучше не надо делать но это многие знают все равно некоторым будет полезно так ладно уж так сюда мы посадили морковку до морковку давайте обратно и сажать вот и чтобы нам поддержать все это нам желательно очень желательно здесь ставить освещение для освещения у нас есть несколько вариантов мы можем убрать один блок и на него мы ставим можем поставить освещение то есть смотрите вот получается 1 2 освещение 1 2 освещение 1 2 освещение давайте освещение то есть вот так можем сделать и тогда будет очень сильное освещение на все блоки у крайний блок будет чуть меньше освещаться но ничего страшного то же самое делаем здесь раз-два освещение это наиболее рациональный подход можно конечно и дорожку тыкать факелами но я не люблю когда дорожки загромождены но если вам все равно на это то лучше можно сделать так я понимаю что мы теряем там небольшую площадь но ничего страшного так что-то у нас неровно получилось а ну да у нас неровно получилось да можем сделать ровно раз-два и вот здесь освещение еще добавить то есть вот так а здесь добавить вот здесь о видите у нас уже кое-что начинает более менее некоторые растения растут быстрее некоторые медленнее скорость их роста зависит от случайных факторов в основном они вырастают за пять минут где-то примерно может за 10-20 редко смотря какой растение там у них есть свои таблицы в рост и так далее ну вот допустим вот у нас получилось вот такая вот тепличка давайте ее покажу сдалека я понимаю что она даже немножко высоковато но здесь можно сажать и деревья кстати давайте вам покажу как быстро здесь посадить деревья но деревья могут сломать край и теплицы это только в крайних случаях смотрите вот факел да вы его убираете и можете вместо него спокойно сажать дерево давайте вот дерево посадим но дерево может сломать крышу но скорее всего и сломает теперь давайте возьмем костную муку и ускорим рост ну это как бы как бы для проверки вот давайте вот дерево давай мочись не хочет расти так подождите может деревья деревья как-то по-другому росли не знаю вот ну вот допустим вот эти спокойно растут видите у нас это морковка а это у нас картошечка от костной муки они о здесь морковку случайно посадил ничего страшно вот при выбива при выбивании а чё они не падают а я же креативки креативки давайте морковочкой опять засадим все вот принципе вот такая вот тепличка получилось так можно креативку отключить ой ну там же мобы страшные гуляют так давайте креативку отключим adventure мод все вот видите у нас падает не одна морковка а 45 там не знаю много падает короче у нас креативки сейчас нету так что он уже солнышко встало надо было бы больше брать костной муки давайте костную возьмем побольше возможно вы в режиме приключенческом дерево начнет расти да нифига нифига не растет вот зато вот эта картошка то вся фигня конечно очень хорошо растет вот вам ну давайте чуть сделаем типа она выросла целый стак мы потратили айф я же забыл креативку врубить он крипер аж зашипели на меня горите в аду вот такая вот теплица у нас получается с вами был как говорится ой крипер крипер заходит вот сволочь поэтому всегда закрывайте двери вот он тварь и из-за него он краешек повредил умри умри смотрите бессмертный и старайтесь не прыгать на грядку чтоб ее не портить закрываем двери вот наша тепличка высокая красивая тепличка с освещением с качественным освещением из факелов по грядкам кстати вот это новшество то что он на 3 блока в длину увлажняет я раньше думал на 2 возможно так оно и было ну давайте под конец зальем тепличку чем чем зальем лавой конечно кстати можем залить ее водой интересно что получится давайте зальем водой то будет супер мега водяная теплица я не знаю многие наверное уже не досмотрели до этого момента но кто досмотрел увидит самое интересное ой не так не так не так не так увидеть самое интересное что получится если будет зальем ее водой ну для начала по краям мы вскопаем все в пустыне и вода это конечно прикольно по краям все вскопаем сделаем защиту многие уже знаю конечно как эту защиту делать вот так выглядит очень просто самая простая защита это козырек как бы он необходим чтобы вода сюда не протекала мы заливаем водой очень просто все по краюшкам каждый блок заливаем водой вода очень быстро на все растекается и что у нас получается дорогие друзья вот это у нас получается супер теплица из воды я думаю одну ведро скрафтить не проблема и залить всю водой это тоже будет не проблема что у нас внутри внутри у нас райский сад эдем практически это знаете что такое это когда в раю там был сад котором не жились адам и ева короче хорошее место типа вот нас блин мне даже самому нравится я люблю заливать все водой или лавой можно как а ребят я придумал можно освещение не делать можно лавой все залить вместо воды использовать лаву здесь будет внутри очень очень светло и всегда будет светло это будет супер теплица просто здесь будет с огромной скоростью расти любое растение я как-нибудь поставлю опыт такой то есть построить теплицу вот такой уже только залью сегодня водой а лавой водой красивее намного ну посмотрите реально вот красота синее все красивое прикольное тут у вас райский садик все растет цветет и пахнет выходите а тут мир обычный и смотрите вот допустим вот ты чувак там ходишь на сервере там обычно как мы ходим на серверах те ресурсы те ресурсы где не запреваченная территория бла 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 о ебать чё за хрень смотришь о красота какая из воды сделал дай-ка я полезу туда было буль-буль-буль-буль-буль-буль там лазит еще есть один прикол вот такой темы смотрите что можно делать это мне андрюха показал берем лодку вы уже наверно гадались что я буду делать ставим залезаем дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-херакс американские горки скатились лодки называется вот он красота наша теплица залитая водой я такого еще не видел ну по моему такие дома только я строю пока что ну и некоторые мои подписчики ну все ребят вот кто-то смотрел увидел вот такое вот чудо как-нибудь потом я сниму опыт про вращивание растений под лавовым домом интересно что из этого выйдет вот такая вот красота всем спасибо за просмотр всем пока пока подписывайтесь на канал если вы смотрите меня впервые меня зовут труба ежик я снимаю очень много интересных видео по майнкрафту на моем канале скорее всего вы найдете что для себя интересное но если вы мой постоянный подписчик то не забываем ставить лайк и делиться этим видео в социальных сетях своими друзьями там контакте или еще где-нибудь ну все всем пока лайк и подписка